Перестроить 25 городов Дальнего Востока до 2030 года. Первые 11 амбициозных проектов уже превратились в 11 мастер-планов. В Петропавловск, Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите, Улан-Удэ, Тынде и Северо-Байкальске выделены земельные участки и ведутся проектные работы. Какие изменения ожидают города Дальнего Востока, в том числе и Хабаровск, смотрите прямо сейчас. Президент Владимир Путин на выездном совещании в Улан-Удэ с полпредом Юрием Трутневым и главой Бурятии Алексеем Циденовым обсудили приоритетные изменения 25 городов Дальнего Востока, в том числе и Хабаровска. Есть еще одна специфическая черта городов, о которых мы сегодня говорим. В их центральной части значительные территории занимают объекты Минобороны, ФСИН, других федеральных ведомств. Известно, что есть предложения по выводу таких объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и тому подобное. Давайте сегодня обсудим и эту тему. В некоторых дальневосточных городах остро стоит экологический вопрос. Важно обновить жилищно-коммунальную инфраструктуру, осовременить аэропорты, аэродромы. Чтобы планы воплотились, детали по видеосвязи сразу обсуждались с кабинетом министров и директорами крупных сырьевых предприятий. Выработано 11 инициатив по развитию Дальнего Востока. Но вот если это все собрать вместе, то я хочу сказать, что, собственно говоря, вот дата утверждения правительства, назначенная президентом, 1 сентября. Это значит, что с 1 сентября мы начинаем строить новую Россию и начинаем в Дальнем Востоке. Мы совместно находили возможные военные решения и выносили на суд президента уже такой коллективный труд. Поэтому я хочу нашим землякам сказать, дорогие земляки, у нас в пределах много работы, но и совсем другая жизнь. При разработке проектов необходимо учесть географические преимущества Дальнего Востока с целью повысить грузопотоки со странами АТР. Таким образом мы добьемся здесь комплексного эффекта. И морские порты Дальнего Востока разгрузим, и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для создания рабочих мест и открытия новых производств. Чтобы реализовать эти планы в Чите, например, потребуется как развитие федеральной инфраструктуры, включая пункты пропуска на границе, так и строительство производственно-логистического центра. Только в этом году городам Дальнего Востока уже выделено из федерального бюджета дополнительно 100 миллиардов рублей на инфраструктурные объекты. Подробные мастер-планы по модернизации 25 городов региона президент увидит до 1 сентября. Все задуманное будет воплощено в жизнь за 7 лет. Мариана Гейт, Смотри Хабаровск.